Перейдем к другим темам. Рецессия в российской экономике преодолена. Страна перешла к периоду роста. Об этом еще в июне заявлял президент России Владимир Путин. Констатировать прекращение рецессии, по его словам, позволяют несколько показателей. И один из них состоит в том, что рост волового внутреннего продукта продолжается три квартала подряд. Что касается Якутии, то республике удалось сохранить воловой региональный продукт на прежнем уровне. А по итогам за январь-май текущего года его рост составил 4%. Промышленное производство растет с темпом в 4,5%. Увеличились и инвестиции в основной капитал региона, причем значительно более чем на 50%. Якутия продолжает сохранять свои лидерские позиции по этому показателю, а также объемом строительных работ и ввода жилья. О планах по привлечению инвестиций и как они скажутся на экономике Якутии, расскажет Александра Охлопкова. В этом году на третьем восточном экономическом форуме Якутия представила портфель лучших инвестиционных проектов. Это 5 проектов в сфере туризма, алмазогранильной отрасли, угледобычи, сфере ЖПХ, сельском хозяйстве. Проекты самые разные, в целом объект инвестиций в них предполагается на уровне более 40 миллиардов рублей. Мы сегодня понимаем, что без развития промышленности, развития муниципальных образований это очень сложно и невозможно, так скажем даже. Поэтому нам тоже надо заучаствовать и принимать в работе с инвесторами активное участие очень. Еще раз мы доказали, что мы являемся перспективной территорией для инвестиций, как и внутренних российских наших, так и для зарубежных компаний. К притоку инвестиций способствуют новые механизмы, такие как территории, опережающие социально-экономическое развитие и приоритетные инвестиционные проекты. Уже начал работу индустриальный парк Кангаласы, создан на торг Южной Якутии в Нерингринском районе. Установлен благоприятный режим администрирования и льготного налогообложения для резидентов, реализующих региональные инвестиционные проекты. Основная специализация торг Южная Якутия – добыча и переработка коксующихся углей в Нерингринском районе для поставки на российские и зарубежные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для реализации инвестиционных проектов на торг Южная Якутия будет привлечено более 29 миллиардов рублей частных инвестиций без участия бюджетных средств. В результате реализации проектов торг будет создано более 2700 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней в ближайшие 10 лет достигнут 29 миллиардов рублей. Сегодня уже более тысячи человек занимаются в этой компании. Дело в том, что Нерингринский район в лице города Нерингрин для нас, для Якутии был проблемным городом. Потому что те отрасли, которые раньше работали, они исчерпывали свои возможности, сокращали свои объемы непосредственно в Нерингрин. Но вот в замену все это приходит компания «Кулмак». Поэтому они решают социальные вопросы. Они сегодня становятся достаточно уверенным налогоплательщиком для города, для района и для республики. На ВЭФ отметили, что Япония является одним из приоритетных рынков для развивающегося в Южной Якутии угольного проекта компании «Кулмар». В марте следующего года запускаем уже вторую обогатительную фабрику мощностью 6 миллионов тонн. У нас становятся большие запасы уже концентрата. И тогда мы начнем, перейдем к регулярным поставкам в страну восходящего солнца. На ближайший период необходимо внедрять государственно-частное партнерство при модернизации коммунальной энергетической инфраструктуры республики. Один из таких проектов – это строительство водозабора. На завершение строительства водозабора в Якутске планируется привлечь за счет внешних источников 1 миллиард 200 миллионов рублей. Примерно такая же сумма поступит из бюджета региона. Завершение строительства водозабора в Якутске позволит обеспечить население города и пригородов качественной питьевой водой, снизит риски для здоровья населения, обеспечит надежность работы инженерных систем, очищать промывные воды. Ковшная станция первого подъема будет готова уже в этом году. Соответственно, началось строительство электролизной. Мы уходим от хлора при запуске водозаборных сооружений. Соответственно, сейчас идет, как видите, строительство очистных сооружений. Помимо крупных объектов в Якутии инвестируются и малые сферы бизнеса. Конечно, там окупаемость не как в производстве, но тем не менее инвесторов привлекают все условия. Есть проект по выпуску керамических кирпичей, есть сырьевая база Суглинков, значит, Саненковского месторождения, есть поддержка Сбербанка, проект победил на конкурсе регионов России, есть поддержка от инвестора итальянской компании, которая готова вложить свое оборудование. Это производство, это, дополним, это, значит, порядка 70 рабочих мест. С учетом вспомогательных, сервисных компаний, обслуживающих этот проект, то там уже мультипликативный эффект очень большой. То есть, считайте, в два раза 150 еще дополнительных рабочих мест будет созданы. Требовать и ожидать сейчас какого-то мощного результата пока рано. Требуются годы совместных работ. Третий Восточный экономический форум еще сильнее подстегнет их. Безусловно, все проекты, десятки миллиардов, которые придут в республику, дадут серьезный стимул экономике Якутии. Александра Хлопкова, Люба Васильева, Владимир Таюрский. Якутия. День за днем.